Всем огромный привет! Вы на канале в гостях Уаннушки и сегодня я готовлю очень вкусное, сытное и необычное блюдо. Правильного названия этого блюда я не знаю, кто знает, напишите мне в комментариях. Приготовление начинаю с теста, в миску наливаю воду, добавляю 2 желтка, чайную ложку соли, растительное масло и всё хорошо перемешиваю. Теперь добавляю просеянную муку. Муку добавляйте постепенно, так как везде мука разная и может уйти разное количество. Как получила вот такой вот комок теста, переношу его на стол, посыпанный мукой и вымешиваю ещё примерно 5 минут. После того, как тесто перестало липнуть к рукам, отбиваю его об стол в течение минуты. Вот таким вот мягким, гладким получается тесто. Тесто готово, оставляю его отдохнуть и пока займусь начинкой. Рис нужно сварить до полуготовности, я его промыла и забрасываю в кипящую воду. Рис варю в течение 4-5 минут, накрываю крышкой и убираю в сторону. В раскалённую сковородку наливаю масло и забрасываю мелко нарезанный лук. Жарю лук примерно 2-3 минутки, когда он станет прозрачным, добавляю морковь. Жарю овощи ещё примерно 3-4 минутки и добавляю сладкий перец. Перец обжариваю в течение минутки и добавляю томатную пасту, столовую ложку. Хорошо всё перемешиваю и добавляю специи. У меня это куркума, чёрный перец и чеснок. Как добавила чеснок, обжариваю ещё в течение минутки и снимаю с огня. Капусту нарезаю на кубики и буду измельчать блендером. В кастрюлю насыпаю рис, он вот так вот хорошо набух, измельченную капусту и фарш. Фарш у меня свиной. Также добавляю половину зажарки и соль, перец по вкусу. Всё хорошо перемешиваю. Теперь стол хорошо подпыляю мукой, переношу тесто и буду делить его на маленькие кусочки. Раскатываю шарик теста толщиной примерно 2 мм. Сверху всё хорошо смазываю маслом, чтобы они не склеились. Если вы хотите форму поменьше, тогда изначально делайте маленькие шарики теста. Остатки фарша также складываю в сковородку и сверху добавляю зажарку. Теперь наливаю воду так, чтобы всё было покрыто водой. У меня вода горячая, только с чайника. Накрываю крышкой и варю на среднем огне. Через 20 минут тесто впитает в себя всю эту воду. Нужно будет долить воду ещё раз, так, чтобы всё было покрыто водой и варить ещё 15 минут. В общем, на приготовление может уйти 35-40 минут. За счёт капусты это блюдо внутри получается очень сочным, друзья. Надеюсь, вам такой рецепт тоже понравится. Желаю вам успехов в приготовлении. Готовьте с удовольствием. Не забудьте подписаться на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я с вами не прощаюсь. Впереди ещё очень много вкусного. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!